В 1996 году нигерийский футбол 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 футбол. В Вене превратилась в место грандиозного празднования в 2 часа ночи. Люди пировали, пели и танцевали, и повсюду витали заразительная радость, счастье и возбуждение. В тот момент Нигерия была единая, и каждый нигериец был доволен тем, что он нигериец. Перед Олимпиадой эта команда сталкивалась с многочисленными трудностями. В начале турнира прекратилась их финансовая поддержка. Команда участвовала в соревнованиях, не имея надлежащей экипировки, тренировочных площадок, питания и услуг прачечной. В какой-то момент они были на волосок от вылета из соревнований. Но сборная Нигерии одержала победу, несмотря на все трудности. Этот поворотный момент изменил их представление о самих себе. Благодаря вновь обретенной уверенности индивидуальному и командному тяжелому труду и непреклонной решимости, они объединились, игнорируя отвлекающие факторы и сосредоточившись на победе. Эта сосредоточенность принесла им золотые медали. И нигериецы окрестили их командой мечты. В той команде мечты на Олимпийских играх 1996 года по-прежнему говорят о нигерийском спорте. Как только та футбольная команда научилась игнорировать многочисленные отвлекающие факторы и сосредоточилась на своей цели, они добились успеха, который превзошел их ожидания и испытали огромную радость, как и все мы в Нигерии. Подобным же образом, когда мы игнорируем отвлекающие факторы мира и сосредотачиваемся на Христе и Его Евангелии, нам гарантирован успех, превосходящий все, что мы можем себе представить, и ощущение великой радости. Президент Рассел Нельсон учил, когда мы сосредоточены на Иисусе Христе и Его Евангелии, мы можем испытывать радость, несмотря на то, что происходит или не происходит в нашей жизни. Я молюсь о том, чтобы Святой Дух помог каждому из нас прислушаться к призыву президента Нельсона сосредоточить свою жизнь на Иисусе Христе и Его Евангелии, чтобы мы могли испытывать радость во Христе, несмотря на то, что происходит или не происходит в нашей жизни. Несколько повествований в книге Мормона описывают людей, которые изменили свою жизнь, сосредоточившись на Иисусе Христе и Его Евангелии. Вспомните Алму-младшего. Он взбунтовался и боролся против церкви. Его отец Алма молился и постился. Явился ангел и призвал Алму-младшего к покаянию. В этот момент Алма начал терзаться муками проклятой души. В мрачные часы он вспоминал, как его отец учил, что Христос придет искупить грехи мира. Когда его разум ухватился за эту мысль, то есть сосредоточился на ней, он взмолился к Богу о милости. Результатом была радость, радость, которую он описал как сильную. Милость и радость пришли к Алме, потому что он и его отец сосредоточились на Спасителе. Родители, чьи дети сбились с пути, соберитесь с Духом. Вместо того, чтобы удивляться, почему ангел не приходит помочь вашему ребенку покаяться, знайте, что Господь поставил на его пути смертного ангела, епископа, другого церковного руководителя, брата-служителя или сестру-служительницу. Если вы продолжаете поститься и молиться, если не устанавливаете расписание или крайний срок для Бога, и если позволяете себе поверить, что Он протягивает свою руку, чтобы помочь, то рано или поздно обнаруживаете, что Бог касается сердца вашего ребенка, когда ваш ребенок решает прислушаться. И это потому, что Христос есть радость, Христос есть надежда, Он есть обещание будущих благ. Поэтому доверьте своего ребенка и Иисусу Христу, ибо Он — сила каждого родителя и каждого ребенка. Испытав однажды радость, во Христе Алма-младший жил с этой радостью. И как же Он сохранял такую радость даже в трудностях и испытаниях? Он заявляет, с того времени по сию пору я тружусь непрестанно, дабы привести души к покаянию. Дабы привести их, вкусить ту чрезвычайную радость, которую вкушал я. И Господь дает мне чрезвычайно великую радость в плодах моих трудов. И у меня была поддержка в испытаниях и бедах всякого рода. Радость во Христе началась для Алмы, когда он проявил веру в Него и возвал к милости. Затем Алма проявлял веру во Христа, трудясь, чтобы помочь другим вкусить ту же радость. Эти постоянные труды приносили Алме в великую радость даже в испытаниях и бедах всякого рода. Видите ли, Господь любит, когда прилагаются усилия, а усилия, сосредоточенные на Нем, приносят благословение. Даже суровые испытания могут быть поглощены радостью о Христе. Другая группа людей в книге Мормона, сделавших Иисуса Христа и Его Евангелие сосредоточением своей жизни и обретших радость, это те, кто основал город Хелам. Место, где они могли растить своих детей и наслаждаться свободным исповеданием своей религии. Эти праведные люди, ведшие хорошую жизнь, были порабощены мародерствующей группой и лишены основного права человека исповедовать свою веру. Иногда плохое случается и с хорошими людьми. Господь находит нужным наказывать свой народ. Да, Он испытывает его терпение и веру. Тем не менее, всякий, кто полагает свое упование на Него, тот будет вознесен в последний день. Да, и так было с этим народом. Как же этот народ перенес свои испытания и страдания, сосредоточившись на Христе и Его Евангелии? Их проблемы не определяли их. Напротив, каждый из них обращался к Богу, вероятно, определяя себя как Дитя Божие, Дитя Завета и Ученик Иисуса Христа. Вспомнив, кто они такие, и воззвав к Богу, они обрели мир, силу и, в конечном счете, радость во Христе. Алма и Его люди изливали Богу свои сердца, и Он знал помыслы их сердец. И было так, что голос Господний явился им в их страданиях, говоря, «Поднимите свою голову и учежьтесь, ибо Я знаю о завете, который вы заключили со Мной, и Я заключу завет с народом Моим и избавлю его от рабства». В ответ Господь облегчил бремена, возложенные на их плечи. Да, Господь сделал их сильными, дабы они могли нести свои бремена с легкостью, и они подчинились радостно и с терпением всей воли Господней. Заметьте, что эти святые позволили своим бедам, страданиям и испытаниям быть поглощенными в радости о Христе. Затем, в должное время, Он указал Алме путь к спасению, и Алма, Пророк Божий, привел их к безопасности. Сосредоточившись на Христе и следуя Его Пророке, мы тоже будем ведомы ко Христу и радости Его Евангелия. Президент Нельсон учил, «Радость полна силы, и сосредотачиваясь на радости, мы приглашаем силу Бога в свою жизнь». Как и во всем остальном, Иисус Христос, наш главный пример, который вместо принадлежавшей Ему радости претерпел крест. Недавно умерла моя мама. Для меня это было потрясением. Я люблю свою маму и не планировал потерять ее в таком молодом возрасте. Но с ее уходом мы с семьей испытали и горе, и радость. Я знаю, благодаря Ему она не умерла, она жива. Я знаю, благодаря Христу и ключам священства, восстановленным через пророка Джозефа Смита, я снова буду с ней. Скорбь от потери мамы поглощена радостью о Христе. Я начинаю понимать, что стремление мыслить по-небесному и позволить Богу восторжествовать включается в средоточение на радости, доступной во Христе. Он с любовью приглашает, «Придите ко мне, всетруждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Во имя Иисуса Христа. Аминь». Продолжение следует...